Слово третье. Что значит «поподобие», от чего мы не обладаем зверями? Как сеющий не получает никакой пользы, когда высевает семена около дороги, так и проповедник ничего не приобретает, если слово его не проникает в душу слушателей, но распространившись только в воздухе, звук его голоса остается бесполезным для слушателей. Это, я сказал вам, не без причин, а для того, чтобы вы открывали свою душу не только для более простых предметов, но отваживались бы и на более глубокие. Если мы и теперь не сойдем в глубину писания, когда члены у нас легкие для плавания, взор яснее, так как не затуманивается наплывом вредных удовольствий, дыхание более сильно, так что нет опасности задохнуться, то когда же мы сойдем? Тогда ли, когда будет веселье, пиры, пьянство и пресыщение, но тогда нелегко двигаться, когда подавляет душу тяжкое бремя удовольствия? Не видите ли, что добывающие дорогие камни находят искомое, не сидя на берегу и считая волны, а спускаясь в самую глубь, хотя эти поиски приносят много труда, а находка много опасностей, и после нее никакой пользы. В самом деле, какое великое благо приносит нашу жизнь нахождение дорогих камней? О, если бы только не принесло это великих зол! Подлинно! Ни иное, что портит нашу жизнь и все ставит вверх дном, как безумная страсть к богатству. И однако люди подвергают опасности душу и тело ради насущного хлеба и смело бросаются в волны. А здесь нет опасности, нет столь напряженного труда, а есть только труд небольшой и легкий, направленный к тому, чтобы сохранить найденное, так как легко находимое многим кажется и маловажным. В море писания нет борьбы волн, напротив, это море спокойнее всякой пристани. Здесь нет нужды спускаться в мрачные недра бездны, не верять в свою безопасность течению неразумных ввод. Напротив, здесь великий свет, который ярче самых солнечных лучей, полная тишина, никакой тревоги, а польза от находимого такова, что невозможно и выразить словом. Не поленимся же, но примемся за поиски. Вы слышали, что по образу Божия сотворил Бог человека? Относительно того, что значит по образу и подобию, сказали мы, что этим указывается не неизменность существа, а подобие господства, а по подобию значит быть кротким, тихим и по возможности уподобляться Богу в добродетели, как говорит Христос. Будьте подобны Отцу моему небесному. Как на этой обширной и пространной земле одни животные более неразумны, а другие более серепы, так и в области нашей души одни помыслы более неразумны и скотоподобны, а другие более звероподобны и дики, почему нужно сдерживать и побеждать, представляя власть над ними разуму. Но как, скажут, победить зверский помысл? Что ты говоришь, человек? Мы одолеваем львов и укращаем их нрав. И ты сомневаешься в том, можешь ли звероподобный помысл изменить кроткий? Тогда как льву свойственна дикость по природе, кротость же противоестественна. Тебе напротив по природе свойственна кротость и неестественна дикость. Так ты ли, изгоняющий из души зверя естественное и влагающий в ней неестественное, не сможешь сохранить в собственной своей душе то, что ей свойственно? Какая же это беспечность? В отношении к душе львов есть, кроме того, и другая трудность. Душа зверя не имеет разума. И однако вы часто видали, как по площади водят львов, более смирных, чем овцы. И многие хозяева лавок дают вожатому деньги в награду за искусство и умение, с каким он укоротил зверя. А твоя душа имеет и разум, и страх Божий, и множество пособий со всех сторон. Не представляй за мне предлогов и извинений. Возможно, тебе, если хочешь быть кротким и тихим. Сотворим человека по образу и по подобию нашему, и да обладают зверями. Здесь выражают нам, возражают елены и говорят, что слова эти неверны, потому что не мы обладаем зверями, а они нами, причиняя нам большое беспокойство. Это совсем неправда. Достаточно появления человека, чтобы зверь удалился, такой у них страх к нам. А если где-нибудь делают нападение, или будучи вынуждаемы к тому голодом, или потому что мы сами нередко тесним их и доводим до крайности, то это не может служить признаком совершенного господства. Ведь если кто из нас, увидев приближающихся разбойников, возьмет оружие и выступит на защиту, то это будет проявлением не власти, а большой заботливости о своей жизни. Однако не этим только я защищаю, но и другим, о чем полезно и вам услышать. Я не отрицаю и признаю сам, что мы боимся и страшимся зверей, что мы потеряли власть над ними. Но это не делает неправым божественный закон. Вначале было не так, а боялись зверей и трепетали, и склонялись пред человеком, как перед господином. Но когда мы лишились дерзновения и чести, то сами стали бояться их. Откуда это видно? Привел Бог зверей к Адаму, чтобы узнать, как он назовет их. Бытие 2.19. И Адам не убежал в испуге, но дал им всем имена, как подчиненным ему рабам. Это знак владычества. Потому Бог и поручил Адаму дать имена, что хотел показать через это достоинство его власти. И какие он дал имена, те с того времени оставил за ними. Это одно доказательство того, что вначале звери не страшны были человеку. Вторым же и более ясным, чем первое доказательство, служит разговор змея с женой. Если бы звери были страшны людям, то жена, увидев змея, не осталась бы на месте, но убежала бы, не приняла бы совета, спокойно не разговаривала бы с ним. И тотчас, как увидела, испугалась бы и удалилась. Между тем она разговаривает, а не пугается. Потому что еще не было этого страха. А когда вошел грех, то отнято и честь. И как между слугами исправные страшны для товарищей, дурные же боятся и сослужителей, так случилось и с человеком. Пока он имел дерзновение к Богу, до тех пор страшен был для зверей. А когда пал, то стал уже бояться и последних из сарабов своих. Если это не так, то докажи мне, что до греха звери были страшны людям. Но ты не имеешь такого доказательства. И если впоследствии вошел страх, но это дело попечения Господа. Если бы данное Богом, человеку честь вполне осталась при нем, и после нарушения и преступления, данной ему Богом заповеди, то ему нелегко было бы встать. Когда непокорные люди пользуются одинаковой чести наравне с покорными, то они больше предаются злу и нелегко отстают от порока. Если и теперь люди не хотят вразумиться, когда угрожает им страх, мучение и наказание, то какими бы они были, если бы не терпели никаких наказаний за свои преступления. Отсюда видно, что Бог лишил нас власти, щадя и заботясь о нас, и в том еще усматривая его неизреченное человеколюбие. Адам нарушил заповедь и преступил закон. А Бог не вовсе отнял у него честь и не лишил его всей власти. Он отнял власть над теми только животными, которые не особенно ему нужны для устроения жизни, а животные необходимые, полезные и оказывающие много услуг для нашей жизни. Он оставил в подчинении нам. Он оставил нам стада волов, чтобы мы могли пахать, обрабатывать земли, сеять семена. Оставил породы рабочего скота, чтобы они помогали нам в трудах при перевозке тяжестей. Оставил стада овец, чтобы мы имели достаточно материала для приготовления одежд. Оставил еще и другие породы животных, которые доставляют нам в других отношениях большую пользу. Когда Бог в наказание человеку сказал в поте лица твоего, будешь есть хлеб твой, то чтобы этот пот, усилия и труд не были невыносимыми, он облегчил тяжесть и обременительность труда множеством бессловесных, которые участвуют с нами в этом труде и тяжестях. Как человеколюбивый и попечительный господин, ударив палкой слугу своего, прилагает к ранам его лекарства, так и Бог. Определив наказание, всеми мерами стремится облегчить это наказание, когда, осудив нас на постоянный пот и труд, вместе с тем повелел многим породам бессловесных участвовать с нами в труде. За все это возблагодарим же его. И то, что он дал нам честь, и то, что отнял эту честь, и отнял ее не всю, и то, что вложил в нас страх к зверям, и все, что не рассматривает, исполнено великой мудрости, великого попечения, великого человеколюбия, которым да наслаждаемся постоянно все мы, во славу совершающего этого Бога. Ему славу во веки веков. Аминь.